МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После инцидента в районе Керченского пролива и нападения российских кораблей на украинские катера и баржу и их последующий захват было проведено заседание СНБО. Президент страны ввел в действие решение СНБО. А Верховная Рада проголосовала 276 депутатов за введение военного положения в 10 областях Украины, граничащих территориально с Россией. Подробнее на карте. Как только российский солдат перетне кордон, я не буду втрачать никакой секунды для того, чтобы забезпочить защиту украинской земли. А учитывая, что Славутич находится на территории Черниговской области, где введено военное положение, но в административном подчинении у Киевской области, где не введено военное положение, да к тому же всего в пару десятков километров от границы с Белоруссией, то возникают вопросы. Их мы и задали нашему мэру во вторник, сразу после окончания совещания с полицией и военкомом. Славутич не является субъектом Черниговской области, на который вводится военный стан. Поэтому в нас его не будет. Мы не проводим те заходы, которые проводит Черниговская область. Что это означает для Славутича? Это означает, что вы абсолютно правы. Мы біля кордону, скорее всего, будет посилен режим перетинок кордону с Белоруссией, будет посилен режим патрулювания Черниговской области. Скорее всего, появятся блокпости на самой территории области по дороге от Славутича до Киева, как пример. Это нужно враховывать, но, естественно, ничего загрозного для Славутича в этом нет. Мы живем в стране, в стране, в стране, которая находится в стране гевридной войны. И это нужно понимать. Те события, которые происходят в последнее время, они яскраво демонстрируют, что все очень непросто. Все очень непросто. Провокации, агрессия и все таке иное. Непростое решение вчера Верховная Рада принимала. Воно видозмянное от того, что было заявлено на Раде безопасности и обороны. Военний стан введено на 30 діб. Введено лише на визначенній території в 10 областях, которые имеют спильные кордоны с Российской Федерацией, або морские кордоны, або с Придмістровым, как республика, которая является под впливом Российской Федерации. Славутич Киевская область, еще раз повторю, мы не подпадаем под действие этого законного указа, но вместе с тем мы понимаем, что мы живем в стране, как украина, и мобилизационный режим будет стосоваться и Славутича, в том числе. Сьогодні никаких директив щодо цього не військово-комиссариат, не Министерство внутренних справ нацполіція не отримали. Мы сегодня провели нараду с силовыми структурами міста, чекаемо распоряджень, все в спокойном режиме, працюем. Зрозуміло, що на Чорнобильський АЕС також будуть посилені заходи безпеки, це вже розпочалось вчора, вчора я відвідав саму станцію. На Раді соціальній разом з директором, законночим обов'язки директора Ларіаном Сандровичем провели нараду, і вже розпорядження про підсилені засоби охорони Чорнобильської АЕС і Чорнобильської зони впроваджували з вчорашнього дня. Тому спокійно, рухаємось, живемо. Передвиборчий процес всі, я думаю, вже почули, він не буде змінений. Принаймні, на сьогоднішній день таких предпосилок не було. Тому чекаємо, як будуть події розгортатись далі. Сподіваюся, що повноцінного воєнного стану в Україні не буде потреби вводити, обмежувати права людей, про що вчора багато дискутували саме в Верховній Раді. Ми розуміємо, що під час військових дій можливі різні речі. Буде обмеження в Чернігівській області, яке найближче до нас, щодо масових заходів, і це треба враховувати. І буде обмеження щодо акції протесту і інших речей, і це теж нормально в такий час. Було б доречним, виїжджаючи за межі Славутича, а це Чернігівська область, яка є в стані воєнному, брати з собою документи, що посвідчує особу. Краще, щоб це був паспорт. Ось такі рекомендації мешканцям Славутича я б точно б дав. Можливі перевірки, і це нормально. Це нормально. Беремо з собою документи і сміливо їздимо до Чернігіва, або їдемо до Києва через Чернігівську область, або в села і навіть до Білорусі. І так, фактично, в Славутичі не вводиться воєнне положення. Точка. В 느ський день на Екниггертом на Славутич'ю с трен невой новий. Да, из четырех атомных станций и 15 обособных подразделений, три подразделения, это Южноукраинская атомная станция, Запорожская атомная станция и Атомная Ромаш, находятся в тех областях Запорожска и Николаевска, где идено военное положение. Но там сейчас работает наш персонал. Единственное, что есть усиление режима на атомных станциях, это является стандартной нормальной процедурой, она периодически это происходит, и это никак не влияет ни на работу блоков, ни тем более на какую-то повседневную жизнь жителей. Что касается атомного ремонта сервиса города Словодича, на сегодняшний день никаких изменений нет. По компании не вводится никаких дополнительных ограничений. То есть, на экономном ремонте атомный сервис работает в стандартном для себя режиме, выполняет поставленные задачи. Нет никакой опасения по поводу финансового состояния компании. Могу верить, что накануне, вчера, позавчера заполнялись банкоматы, находящиеся в фойе от атомного сервиса. Я постоянно держу связь с банками, нас обслуживают, кстати, заработные проекты. Это Укрексимбанк и Ащадбанк. Никаких ограничений ни по снятию наличности, ни по ограничению нахождения тоже наличности в банкоматах нет. Я не вижу необходимости снимать все средства, хранящиеся на карточках, чтобы не устраивать панику. Естественно, какое-то отразится. Мы волей-неволей, наши цены привязаны к какому-то тому курсу у нас банка и виртуальному курсу на черном рынке доллара. Это, конечно, мы ощутим. Я надеюсь, что это будет самое негативное, что мы получим из-за введения военного положения. И не будет это перерастать в более глобальные эти действия, которые, согласно закону о введении военного положения, предусмотрены по законодательству. Никаких пока предпосылок на сегодняшний день, беспокоиться, волнуваться нет. На останній сесії міський голова назвав ім'я нового головного архітектора міста. Ним став Дмитро Баглаев. Наша знімальна група завітала до виконкому, аби дізнатися більше про нового керівника архітектурного відділу. Та поцікавилася про найближчі робочі плани Дмитра Вікторовича, а також його стратегічний план розвитку архітектурно-естетичного вигляду міста. Хотілося б зазначити, що розмова видалася цікавою і досить довгою. Тож пропонуємо вашій увазі короткі тези цієї розмови, а повну версію дивіться в спеціальному репортажі у п'ятницю. Когда-то я закончил среднюю специальную художественную школу. В ней параллельно з общообразовательными предметами идут специальные предметы. Це були архітектура, рисунок, композиція, в общем, цей блок предметів для начинающих архітекторів. І потім я закінчил КНУБА. Це университет, який випускає архітекторів в Україні. Моя супруга із Славутича, і учився я, естественно, як я сказав, в Києві. І там же почав свою архітектурну деятельність практичну. Це частний архітектор. І перше, к чому приходить архітектор при проєктированні чого-либо, це обязательно поставити себе головну идею. То, що називається концепція проєкту. І, естественно, у мене така концепція є, да. Тезісно до боли простая. Даже примитивна задача нашого архітектурного отделу – це зробити Славутич комфортним, красивим, ярким і для жителів города, і для гостей, і для туристів. І з таких більш близьких человеку объектів – фонтан «Самсон» в Єреванському кварталі. В планах, щоб там знову потекла водичка, да. І весь цей блок, фонтан, цей внутренний маленький парк в цьому дворі з цими мангалами, да, заиграв, як така цей архітектурний ансамбль. Будете ли ви щось робити з нашими достроеними объектами? Нам обязательно треба хоч немного, хоч каждый день продвигати вот ці проблемні об'єкти. Це, да, це бання, тому що це, я считаю, наш общий позор. Человек приїжджає в наш город, на вокзал, і перше, що він видіть – це лохмотья, це мінеральні ваты і обрушенне здання. По бані наш город, я зараз, наверное, скажу страшну і тайну, може не дознатого говорить, ми судимося вже 8 років, оказывається. 8 років, і все ці 8 років – таптання на місці. Просто концепт цього судебного диска развернути не в сторону того, що нам треба обязати владельців бани привезти в нормальний вид. Він цього ніколи ніколи не зробить. Ми повинні признатися себе в цьому і відбросити це як ідею. Нам треба довести суд до того, щоб, говоря простым языком, ми, як місці, мали право демонтувати цю баню. Гостиниці, ми об'єктивно должны понимати, що це намного більші складна задача, чем баня. І як-то реалізувати цю гостиницю, достроити її, чи привезти її в якийсь функціональний вид – це, це, скорію, поки для нас із області розової мечти. У Славутича є одна дуже більша особливість, яка є уникальна для України. Наш місці строївся одиноразово один раз, і за цей період построївся весь місці. Поэтому старение города происходит так же, единоразово. Вот сейчас тот срок, когда просто куда ни коснись, практически везде в Славутиче требуется либо ремонт, либо реставрация. И штукатурка, покраска, да, один из них. Естественно, как архитектор я бы хотел все это восстановить. Ну, это обычное желание даже не то, что архитектора, а просто обычного нормального человека. Но у нас есть огромное ограничение с финансами. Возможно, денег тут надо было больше, если бы мы не тратили по, грубо говоря, миллиону на арки, на реконструкцию арок. Я готов честно признаться, я даже этим горжусь. Я участвовал в разработке идеи, концепта этих арок, еще будучи частным архитектором. Для обывателя сумма практически в миллион, конечно, звучит немного диковато. В общем-то, для нас звучит диковато любая сумма, которая выше нашей заработной платы. Что касается материалов этого объекта, я полностью беру ответственность на себя. Я их сам рекомендовал. И материалы там действительно очень дорогие. В этот проект, в эту смету входят эти пилоны в том виде, в котором они реализованы. Плюс под ними будет очень интересное мощение, так называемая парковочная решетка, через которую будет расти трава. И если это будет реализуемо, это будет очень эффектно. Это, я уверен, понравится жителям. На эти пилоны будут смонтированы металлические листы с такими прорезями, орнаментами, на отмосте, с подсветкой. Они уже готовы, они еще не смонтированы. И главное, что в этот объект входит и целый блок таких же пилонов, но на углу, условно, на углу этой площади. Вот про это никто не знает, а это ведь практически такой же объем работы. И я всем хочу сказать, что я обещаю, когда эти пилоны будут в полном виде реализованы, а сейчас они реализованы, там, процентов на 40, условно, то вам всем понравится. По сердцу. Я в этом сердце, как и все, узнал в какое-то время из социальных сетей. Я, честно говоря, даже не замечал, что его установили. И я не буду кривить душой, как архитектору, мне не нравится этот монумент. Ну, он объективно выглядит, как просто конструкция, купленная в магазине. Поэтому нам, нашему отделу, было дано задание, как сделать что-то с этим сердцем, чтобы мы могли притянуть туда людей с желанием все-таки там новобрасно сфотографироваться. И мы это сделаем. Я уверен, что мы сделаем так, решим этот архитектурный ансамбль, не трогая это сердце, что люди туда пойдут. Напоследок хочу вам зафиналить такую интересную мысль, которую я заметил. Я жил в нескольких городах Украины, и друзья, которые приезжают ко мне с тех городов, все как один в восторге от нашего города. Вот все как один. Все видят только наши плюсы. Это наша компактность, чистоту, в чем-то уникальность архитектуры, уникальность локации посреди леса, полное отсутствие криминала. Ну, в общем, наш город имеет свой такой прекрасный, очень уникальный дух, и всем приезжим, всем гостям он нравится. Но парадокс в том, что местные жители этого не замечают, либо перестали замечать. Мы, в основном, в большинстве своем почему-то видим разрушу, видим какие-то обычные, бытовые проблемы. Мы просто не умеем любить свой город. И я вот хочу всем пожелать учиться любить свой город. Это ключ к нашему успеху. Если вас зацикавило интервью с новым главным архитектором города, нагадаемо, что в пятницу о 19.30 вы сможете переглянути повну версию разумов. Зокрема, дізнаетеся про то, чи планует архитектурный отдел облагородить Добринянский и Чернигевский квартали, какие умовы следят дотриматься при зовнішнем утеплении своих домов, и как решится проблема с рекламными бікбордами в городе, а также много других актуальных вопросов. 29 листопада с 18 до 19.00 в Офісі підтримки громадских инициатив «Будинок, энергия, 2 поверх» будут презентовані громадские проекты, которые были разработаны жители нашего города. Эти проекты будут финансироваться за рахунок гранили бюджета в Orange Springей у 2019. в рамках Министерского программа «Громадский бюджет – участки міста Славутича» на 2016-2020 годы. Мета так званого «теплого ярмарка» – швидко ознайомити присутність с главной идеей проектов, что берут участь в голосовании, допомогти визначитися із голосом, залучить больше словотичан до процесса голосования для визначения рейтинга подальших громадских проектов та подальшой реализации протягом 2019 года. Кожен охочий та зацікавлений учасник ярмарку зможе безпосередньо поспілкуватися з автором проекту та отримати відповіді на запитання. Для охочих та зацікавлених буде надаватися консультація, як голосувати та можливість одразу віддати голос за подобані проекти на місці, за умови пред'явлення оригіналу паспорту чи інших документів, що підтверджують проживання у місті. Отже, теплий ярмарок проектів бюджету участі 2018 року відбудеться у четвер, 29 листопада о 18.00 в Офісі підтримки громадських ініціатив. А в цілому голосування ж за проєкти бюджету участі триватиме до 30 листопада. Шановні славотичани, ви можете проголосувати за два проєкти з 22 можливих, за один великий проєкт та за один маленький. Загалом представлено 10 проєктів у категорії культура та туризм, у категорії спорт – 8, охорона здоров'я – два проєкти, по одному – у категоріях комунальне господарство, безпека та громадський порядок. З них 12 великих, 10 маленьких. Загальний обсяг видатків, що спрямовуються у 2018 році, на реалізацію проєктів становить 1 мільйон 500 тисяч гривень. Тож підтримайте найважливіші і найефективніші проєкти, як на вашу думку. Проголосуйте за новий славотич, сучасний і комфортний. 146 спортсменів з України, Белоруссі, Молдови і вперше команда з Гермії прийняли участь у 11 турнірі пам'яті видаючогося славотичського тренера Геннадія Родіоновича Кима. 29 фінальних поєдинків прошли в останній день турніра, і в них прийняли участь у спортсменів від 10 років до 17 років. Перший бой в фінале состоялся между Романом Маркаряном в Житомирской області в красному углу і Репека Максимом при Луке он в синому углу. Достаточно яркий і интересний поєдинок задал тон всему фіналу. Победу одержав Роман Маркарян. Ти понимал, що з першого раунда побідеся? Ну, де-то так. Где-то так, да? Наверное, когда был первый нокдаун, да? Да, думаю, і так. А четвертым был фінал без участия українських боксеров. В фінале встретились Гросу Владислав из Молдовы і Балка Даниэль из Германии. Вообще, участие сборной Германии добавило емоций в турнір. Во время уступлений своих одноклубников практически все время звучали голоса поддержки, причем иногда хором. А в ответ и наши спортсмены стали поддерживать свои команды. Немецкая команда получила на турнире кубок и благодарность от организаторов. Ну, как турнир? Понравился вообще? Да, очень. Очень понравилось. В следующем году приедете? Обязательно? Ну все, удачи. А победил в этом бою Балка Даниэль из Германии. Самым техничным боксером турнира был назван Андрейченко Данила из Чернигова. Он действительно провел очень грамотно все свои бои. Даже не похоже о том, что это молодой боксер. Отметим также, что Данила был бронзовым призером чемпионата Украины этого года. А после получения кубка самого техничного боксера турнира мы с ним немного пообщались, но оказалось, он немногословен. И всю энергию он отдает на ринге. Так мы у него спросили, а он знал, что будет претендовать на звание лучшего технического боксера турнира? Не знал, конечно, но старался. Старался? Да. А кто твой кумир в боксе сейчас? Наверное, Усик. Наверное, Усик, да? Как ты думаешь, он перейдет в тяжелый вес? В супертяжелый. Да, в супертяжелый, да. Мне кажется, еще рановато. Еще рановато? То есть ты предлагаешь Усику подождать, пока ты подрастешь, чтобы с ним встретиться, да? Что касается пятерых боксеров Иславутича, вышедших в финал, то победу одержали трое. Что, кстати, говорит и о силе турнира. Хозяева побеждают не всегда. Максим Щукин Иславутича был фаворитом среди юниоров 2003-2004 годов рождения. И начал финал достаточно неплохо, но... По сумме трех раундов Максим проиграл Кобельчуку Андрею из Киевской области. Среди юношей 2007-2008 годов рождения свой финал проиграл и Ткаченко Данила из Славутича. А вот остальные трое участников финала из Славутича победили, но в начале слова главному суде соревнования. Ну, турнир на славу прошел и все уехали живы, здоровы. И победы определили правильно, значит, все довольны. Все хорошо. Как к вам немецкая команда такая, единая, мощная? Немецкая команда мощная, у них 4, уже было 5 победителя. 4 победителя. 4 победителя, да. Хорошая команда, видно, хорошо тактически, технически подготовлена, уверена, волевая команда. Кто-то из боксеров вас удивил? Возможно, из Чернигова, из других городов? Ну, я скажу, что из Чернигова мне удивил один боксер, это Андрей Ченко Данила, он награжден кубком, как за тактику и техническое мастерство, он действительно провел прекрасный два боя, выиграл. То есть, мы ему дали кубок как лучшему спортсмену, так и технический. Хорошо, в следующем году у нас главная судьба не изменится? Ну, наверное, нет. Если бы он жив и здоровый, я уже отдельно следует. И дело в том, что Геннадий Родионович был моим другом, он остается. Я дружусь с его детьми сейчас в данный момент. То есть, постоянно мы общаемся, созваниваемся, так что я очень доволен, что я здесь главный судья, и я доволен, что все так хорошо проходит. Так уж получилось, что слоутические боксеры выступали в финальной части этого дня. Сначала Олег Троценко, он в красном углу, выиграл у Полюка Арсения из Херсона. Затем Ефим Кудрин, он тоже в красном углу, победил Марченко Данила из Киевской области. Победу одержал спортсмен из красного угла Ефим Кудрин. А в последнем бою турнира встретились Трухан Ростислав Славутич и Гроник Майкл Германия. Весьма символично, кстати. Итак, у Славутичан три золотые медали и две серебряные. Итоги трехдневного турнира подводит заслуженный тренер Украины Игорь Грущенко. Все получилось. Не рассчитали только много желающих. Приехало, чтобы тяжеловато 150 участников. Вот так турнир уровень растет с каждым годом. Хорошие бои. Хочу сказать спасибо мэру нашему Кумичеву Юрию Кирилловичу за помощь в организации турнира. Также много частных предпринимателей нам помогали. Как твои спортсмены выступили? Я так понимаю к сожалению не все стали победителями. Или в принципе это было достойное сражение в финале? Хорошо боксировали. Хорошо боксировали. Да уровень турнира уже серьезный. Поэтому не обязательно побеждать. Главное надо боксировать. Надо боксировать. Приезжают хорошие боксеры. В этом году команда Германии к нам приехала. Что-то о них можно сказать? Сильные ребята были вообще? Хорошие боксеры у них тоже. Хорошие боксеры. Собираемся в апреле месяце к ним поехать с ответным визитом. Они нас приглашают на сбор и там будет турнир потом два дня. И безусловно отдельное спасибо спонсорам турнира. А их в этот раз было достаточно много. Отдел молодежи и спорта из полкома Словоческого и городского совета НАЭК Энергоатом ТОФ Наше Тепло ТОФ Диора ТОФ БУД Энергомонтаж ТОФ Антранс Союз ветеранов АТО Боксерский клуб Грант КП УФКСТ КДС США Город Славутич ТОФ Гранд Сервис ТОФ Полимер Славутич ТОФ Инновоэстик ТОФ Оберег ПП Славбутранс ФОП Виталия Бережнова ФОП Виктор Яковяк ФОП Василь Фещенков ФОП Анатолий Гладченко Киевская областная федерация бокса ВП ВКФ Промкомплект Такси Барбос ФОП Арефьева и ресторан Старый Таллин А еще мы поинтересовались тренери відділення, а також представники комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи та голова відділу у справах молоді та спорту виконкому аби відкрити турнір, приурочений 30-річчю існування в місті відділення сплавання В 88-м году еще только строился город еще не було спортивной школы но приехали таких два тренера как Нина Николаевна Валерий Юрьевич и начали плавать потому что бассейн уже построили школы спортивной не было но они работали тогда уже в школе номер два и начали плавать в бассейн мне очень приятно, что до сих пор приходят наши ветераны ребята, которые занимались тогда которые тренировались и они до сих пор помнят тот вклад который внесли в их развитие, в их рост в их жизнь тренера верхолётовы мы очень благодарны вам, Нина Николаевна за то, что вы приехали в наш город за то, что вы открыли такое отделение и это заслуга наших тренеров потому что они прививают вам любовь к спорту любовь конкретно к плаванию и нам это очень приятно что не обязательно из вас вырастут прям спортсмены высокого глаза но вы будете здоровыми, сильными и выносливыми дорогие ребята, я сегодня бы хотела поздравить вас от имени нашего Мискова Голубы его нажали нету, потому что он в командировке огромные слова благодарности тренерскому коллективу огромные слова благодарности вам потому что вы выбрали этот вид спорта занимаетесь, трудитесь, приходится иногда много терпеть но это прекрасный вид спорта впереди у вас у каждого своя цель и мы желаем вам, чтобы вы достигли эту цель то, что сегодня поставили перед собой Декілька слів до усіх присутствующих промовила и старший тренер Ніна Верхольотова За 30 лет было очень много успехов у нас были, уже сказали, мастера спорта были перворазрядники были просто разрядники и были просто дети, которые научились хорошо плавать первые годы в городе у нас отдел образования выдал такой приказ Дети, которые заканчивают школу должны сдать нормативы плавания и потом только получать аттестат Представляете, сколько было работы нам надо было научить вторую школу, первую школу затем открылась и третья школа создавали спортивные классы у нас было 10 спортивных дети в спортивных классах очень хорошо учились и поэтому очень многие сейчас занимают большие должности такие выдающиеся вот сейчас стоят у нас вы многих знаете и еще самое главное что у нас значит, смотря на нашу работу многие дети стали тренерами мы с ними поддерживаем связь и они рассказывают нам о своих успехах я хочу выразить благодарность значит, нашему исполкому мэру в первую очередь Владимиру Петровичу Удовиченко потому что работали потом уже два бассейна и работали до сегодняшнего дня, конечно а сейчас остался один бассейн сейчас Юрий Кириллович у нас командует значит, постараемся так чтобы два бассейна все-таки в городе у нас работали большое спасибо нашему спорткомитету тогда был у нас Виталий Васильевич Горшков сейчас у нас Лидия Николаевна мы хотим тоже вас поздравить вы тоже с нами работаете дети вручат вам маленький сувенир также в спортивной школе спортивная школа нас держит в тодусе всех тренеров поэтому тоже большое спасибо мы работаем и будем еще работать после официальной части турнир было открыто начали соревнования и показовые выступы следует сказать что плавание как вид спорта начало развиваться в Славутии с 1988 года на базе среднего школы номер 2 а в 1989 году с открытием отделения в КДУ США плавание вошло в структуру школи разом зі створеним спортивным класом следует зазначити что окременные спортивные класи которые тренировали подружки Нины и Валерия Верхольотовых повным складом учнів мали щоденні заняття в басейне перед тренерами викладачами на початковому етапі стояло завдання навчити всіх дітей міста плаванню а потім зі здібними дітьми проводити навчально-тренувальні заняття через декілька років плавці стали брати участь в першостях області міжнародних турнірах та чемпіонатах України за роки існування відділення плавання виросла велика плеяда плавців Ольга Сова Денис Краснов Ігор Буюн Олексій Горяїнов Ігор Третьяков та інші виконали норматив кандидата в майстри спорту України та захищали честь спортивної школи міста та Київської області Перший у місті майстер спорту України з плавання Андрій Шустав захищав честь школи на всеукраїнських республіканських та міжнародних стартах 2004 року а цьогоріч він став чемпіоном Європи в естафетному плаванні У 2006 році шість спортсменок КДЮ США міста Славутич були переведені на навчання у Вище Броварське училище фізичної культури та спорту Дві з них Юлія Довбеш та Юлія Латенкова виконали норматив кандидата у майстри спорту України Протягом наступних двох років спортсменки Євгенія Пархоменко та Анастасія Ільїна стали майстрами спорту України Євгенія Пархоменко та Юлія Латенкова стали стрібними призерами чемпіонату України серед молоді Після вдалого виступу чотирьох наших спортсменок в Національному кубку України в 2009 році Анастасія Ільїна в складі збірної команди України брала участь у всесвітніх іграх школярів На цих змаганнях Україна посіла друге загальнокомандне місце Протягом усіх років існування і по сьогоднішній день відділення плавання було найчисленішим Конкурувати з ним могло хіба що відділення футболу Нині в секції нараховується більше ста спортсменів Зараз на відділенні працюють старший тренер-викладач Ніна Миколаївна Верхольотова та тренер-викладач Ольга Кузьменко а також вихованки кедою США Славутича тренери-викладачі Альона Титова та Тетяна Гординська Вітаємо дружній колектив відділення плавання Бажаємо процвітання та ще більше багаторічної славної історії спортивних звершень та перемог і головне здійснення заповітної мрії про відновлення роботи басейну Дельфін а також можливості займатися протягом усього року включаючи весняно-літній період Музика 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дякую! Субтитры создавал DimaTorzok 30 ноября 1991 года началась история Черниговского телевидения. В эфир вышла первая программа автономного телевизионного центра из Чернигова. Приятно видеть это видео. Многие ребята впоследствии работали на словоческом телевидении. А один из видеоинженеров, стоявший у истока Черниговского телевидения, и сейчас до сих пор работает в информационной службе ЧАЭС. В те времена телевидение мы знали только УТ-1, УТ-2, Останкин. Да, Черниговскому телевидению 30 ноября исполняется 27 лет. Интересно, что телевидению Славутича 15 декабря исполнится 29. Вот так Славутич обогнал древний Чернигов. А Черниговское телевидение поздравляем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашей студии скоро, в начале весны, исполняется два года. То есть не так давно мы и работаем. Открылись мы, наверное, стимулом были все-таки свои дети, для которых хотелось какое-то техническое направление, чтобы в городе было заниматься с мальчишками, именно программированием. Поэтому нам интересен был такой опыт, и мы решили организоваться вместе с мужем. Опять же, увлечение лего-конструкторами, потому что наше обучение построено в основном на лего-конструировании. Самые младшие – это 6 лет детки, и самые старшие есть у нас десятиклассники даже. Но это уже от интереса зависит. Если это ребенку, подростку интересно заниматься с конструктором, программировать, то дети задерживаются. Есть, которые с самого начала, с открытия с нами работают. Ну, а есть детки, которые проходят какой-то этап, становится, может, неинтересно, и уходят. Но в целом малышам очень нравится. Малыши в восторге от того, что их лего-конструкция ожила, что она может издавать звуки, передвигаться. Конечно, детям это очень нравится. Ну и плюс, конечно же, они получают знания базовые, потому что мы говорим и о механике, о том, как сконструирована данная модель. И детки, когда это сделали своими руками, конечно же, и сделали это с удовольствием, когда испытали радостные эмоции во время занятия, то, конечно же, это запоминается, остается в памяти, и, я думаю, в дальнейшем будет не бесполезно. Досить цикавим цей гурток будет не лишь для хлопцев, а и для девчат. Я занимаюсь совсем недавно, и мне очень понравилось здесь. Мне больше всего тут нравится именно с лего собирать. Ну, программировать с самого начала сложнее было, но понравилось. А насколько увлекательный этот процесс, когда ты собираешь-собираешь игрушку, а потом она оживает? Ну, это как бы ты собрал своего ребенка, ну, мы так называем его. Ну, ты как бы, ну, ты собрал робота, и, ну, потом пишешь ему программу. Иногда не получается, иногда, ну, встречается глюк какой-то, ну, в системе, либо, ну, глюк в датчике каком-то. Ну, почти так же у меня, только это как будто, ну, существа как будто воспитывать. Ну, та же вот глюк случается, но легче же будет все-таки исправить его. А иногда этот глюк очень сильно большой, приходится какого-то другого собирать. Сложно. Самое легкое – это собрать, конечно, робота. Ты можешь проявить свою фантазию, как угодно ему собрать. У нас есть инструкции, можем инструкции собрать, ну, спидбот, раллібот, ну, чтобы быстрее собрать и приступить. Ну, самое сложное – это программа. Если там ошибся на один градус или что-то, ну, тогда не получится, или будет хуже, чем у других. На свой досить короткий вік студия має чим похизуватися. Зокрема, третьим місцем на всеукраїнских змаганнях з робототехники. Слід зауважити, що керівники студії досить творчі та амбітні і прагнуть до чогось нового. Відтак, в період зимових канікул вирішили створити мовний табір, до якого запрошують усіх юних славотичан. Заняття у нас буде проходить з 8 по 12 января, как раз вторая неделя канікул, когда уже отгуляемо все праздники. Будут проходить у нас несколько кабинетов в нашей студии, вот именно на территории детско-технической студии. Как попасть? Есть на страничке в фейсбуке в детско-технической студии ссылочка на регистрационную форму. Можно зарегистрироваться, либо позвонить по телефону, который там же указан, и пообщаться со мной. В этом году немножко необычный, нестандартный зимний лагерь, потому что мы его делаем не самостоятельно. Мы делаем это совместно с Освитним экспериментом. Освитний эксперимент — это такое сообщество людей, которые пытаются менять систему образования, делают это нестандартно, интересно и современно. Мы присоединились к этому сообществу где-то полтора года назад, и очень много креативных идей подчеркнули, общаясь с этими талантливыми и необычными людьми. И, конечно же, появились знакомства. И таким образом родилась идея совместного кемпа. Приезжают из разных городов именно преподаватели, которые делают нестандартно свои уроки, в частности английский, так как мы решили сконцентрироваться на английском. Ну и совместить это с робототехникой, потому что это тоже детям интересно, и не все дети могут позволить себе во время учебного года отвлекаться на эти занятия, потому что и музыкальные школы — это тоже важно и интересно, и у каждого свои интересы. Но отвлечься и попробовать что-то новенькое можно как раз-таки во время каникул. В лагере три возрастных категории — это младшие детки 6-7 лет, средняя возрастная категория 8-10, и старшая подростковая — это 11-14 лет. И у них разные преподаватели с малышами. Интересная методика изучения языка при помощи действий. То есть они что-то будут вышивать, вязать, варить кашу, трогать горячие холодные кружки, и все это говорить, как звучит на английском. То есть проживать этот опыт и пропускать язык через действия, через обычную нашу повседневную жизнь. Для старших ребят мы подключаем уже науку, и преподаватель будет посредством проведения экспериментов научных, химических, тоже углубляться в английский язык. И да, все будет на английском языке, но уровень владения языка, как заявляют ведущие, не важен. То есть да, могут прийти ребята, которые слабые, или любой уровень английского, и те, которые уже знают. То есть они все равно это будут делать таким образом, что всем будет интересно, всем будет комфортно. Оттож, дорогие батьки, теперь вы имеете чудово нагоду урізноманітнити дозволь для ваших детей и допомогти им використати зимові канікули с користю. Приглашаем любителей футбола спорткомплекс Олимпиадз, где с 30 ноября по 2 декабря пройдет международный турнир по футзалу среди команд девушек 2002-2004 и 2005-2007 годов. В турнире принимают участие 4 украинских команды и 3 команды из Литвы. Начало соревнований ежедневно в 9.00. Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале Славутич подчеркивание Live или в Facebook-е Медиадом Славутич. Славутич.